Субтитры создавал DimaTorzok Я Артур Королёв. Я тот, кого долгие годы звали Джокером. Я жив и здоров больше, чем когда-либо. Шесть часов спорта каждый день, здоровое питание без холестерина, отсутствие стрессов. Что ещё может продлить жизнь и улучшить самочувствие? Но лучше бы я умный, потому что любовь всей моей жизни не хочет меня знать. Друзья забыли и стараются держаться подальше. Говорят, что тюрьма – самое безопасное для меня место. Единственный человек на этом свете, ради которого я хотел бы жить – моя дочь. Считает своим отцом совсем другого человека. Охрана, позови начальника. Я требую свиданий. Заключённый 12-438. Прекратить шуметь. Такие вопросы. Позови насирающего прокурора. Я хочу жалобу написать. Отвали. В карцер захотел, Джокер? Да. Товарищ майор, заключённый из зоны спецсодержания номер 12-438 буянит. Джокер? В карцер на трое суток. Есть. На выход, быстро! Книгу оставь. Не положено. Там мы тебя на месяц закатаем. Машина! Здравствуйте, Елена Николаевна. Знаете, а я для вас тут подарочек приготовил. Эксклюзивный гоняк. Ну как, квартира понравилась? Да, очень понравилась. Знаете, четыре комнаты, такой ремонт, просто фантастика. Ну и прекрасно. Скажите, Артур Королёв ваш пациент? Да, если можно так выразиться. Он сейчас как раз в карцере находится. А вы... что случилось? А почему вы держат в одиночке? Ну, вообще-то это служебное... Но не для вас. Не для вас. Он у нас на спецсодержании. По нему, знаете ли, даже суда не было. Ему кто-то покровительствует сверху, из кондона. И требует держать в одиночке. Так и сидит у нас почти шесть лет. Шесть лет? Да. Надо было мне вас как-то раньше найти. А может так случиться, что этот человек простуется в вашем карцере? И вдруг умрет? Пост-1-2. Что на дороге? Гнездо, на дороге пусто. Конец связи. Гнездо. Они опаздывают на два часа. Может, встречи не будет? Курильщик ждем. Конец связи. Да. Можем отдать подарок. Давайте. Гнездо в бежэлист. Одна машина, два человека. Едут к вам. В всей группе. Без моей команды не шевелимся. Кто-нибудь видит, кто сидит в машине? Нет. Сильвер? Сильвер? Ты что-нибудь видишь? Нет, не вижу. Сейчас проверю. Я выхожу. Это Карл. Он мертв. Срочно задержите мотоцикл. Не успеем. Он ушел. Они убили Карла. Кого? Карла. Моего агента. Люди барона убили моего внедренного агента. И прислали мне его тело. Когда это произошло? Час назад. Мы ждали их на встрече с покупателями большой партии наркоты. Карл сообщил нам об этом. А они подкинули нам его тело в автомобиле. Теннис. Среди нас точно есть предатель. Возможно, даже очень близко. И у нас нет ничего, слышишь? Ничего против барона. Я хочу взять их всех, слышишь? Всех их сразу. И засадить на много лет. Этот барон слишком осторожный хитер. За пять лет до того, как ты взялась за эту операцию, мы так и не смогли ничего собрать. Я это знаю. Знаю. Тут нужен необычный ход. Нужен агент. Издалека и с гарантированной легендой. Такой, которому барон должен поверить. Где мы найдем такого? У наших соседей в Москве. Там остался один мой близкий друг. Пойдите. Разрешите, товарищ генерал? Прошу, Сергей Николаевич. У вас новое дело. Присаживайтесь. Благодарю. Можно? Пожалуйста. У наших коллег за рубежом погиб агент внедрения, который вплотную подобрался к одному из ключевых людей с синдиката на наших северо-западных границах. Посмотрите, некто барон. Он же Павел Дегтярен. Уроженец Винницы, бывший офицер, 15 лет назад эмигрировал, собрал банду из украинцев, эстонцев, немцев, русских. На место отправлен офицер зарубежного отдела Алексей Ведерников. Ваша задача обеспечить координацию операции. Надеюсь, вы сработаетесь. Конечно, сработаемся, товарищ генерал. Разрешите идти? Идите. Майор Ведерников? Да. Полковник Гаврюшин. Алексей, нам приказали сработаться. Ну, приказано. Значит, сработаемся. Тогда в 18.00 сегодня первое совместное совещание. Отлично. Буду готов. Алексей. Алиса. Есть какие-то новые данные? Узнать их в конторе. Не очень-то вежливо. Каспар, Сильвер, Карт, Алексей. Сильвер тебе покажет все объекты группировки барона. Ресторан, бордель, его частный дом. Еще он крышует, как говорите вы русские. Нисколько паров, автосалонов и глупов. Но наркотики через них не распространяет. Боится. У него и железная дисциплина, как в армии. Но ты, кажется, все это уже знаешь. Алиса. Можешь мне объяснить главное? Чего ты боишься? Предателя. Он есть среди нас. Кажется. Алиса. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Большое дело, о котором ты говорил, про вернуться и уйти навсегда в силе? Ну, допустим. Есть люди, интересуются оружием. Да, серьезно. Откуда у тебя связи по серьезному оружию? У меня только вон сослуживцы на Украине бывшие, и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ясно. Но они об этом не знают. Они знают, что ты бывший офицер. Это синдикат слышал о них? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Артур. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Артур. Я все решу. Больше такое не повторится. Если потребуется, переведу тебя в наш изолятор. Сейчас я это могу. Эля, Эльвира против, чтобы... Ты видел ребенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если у тебя есть какие-то просьбы, скажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просьбы? Когда-то я попросил тебя помочь и присмотреть за моей женой. В результате ты женился на ней, а моя дочь называет тебя папой. Я когда-то попросил тебя, чтобы меня здесь убили. В результате ты закрыл меня на шесть лет без суда и следствия. Я попросил тебя устроить свидание со своей дочерью. В результате ты дал мне ее фотографию. О чем мне еще тебя просить, а? Артур, я... Не так все просто. Я понимаю, что все не так просто. Тебе нужна просьба? Они забрали мою книгу. Там фотографии Лизы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вас переводят служить в Магадан. ИТУ-4505 СПЧ. Через 30 минут приказ будет в канцелярии. Это время на ваши сборы. Слушаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машину заводить. Бонжур, солнышко! Не поясничай, что случилось? К этой бабе из полиции ехал кто-то новенький. Из России. Думаю, поношу душу барону. Будь аккуратнее, Вася. Пусть солнышко зайдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она погибла сегодня ночью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой. Стой! Куда? А что, что случилось? Кто эта женщина? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она работала корничной в доме барона. Они убили ее. Ну, послушай, это возможно? Это был несчастный случай? Вчера она сообщила мне, что барон готовится к какой-то важной встрече. Уйди с дороги! Уйду и не делай глупости. Они за все ответят. И за моего парня, и за твоих людей. Но если ты сейчас допустишь ошибку, тогда тебя отстранят или посадят. И в этом случае этот ваш предатель станет во главе операции. Тогда всему конец. Ты этого хочешь? Да. Они потеряли второго агента. Похоже, доверять здесь можно только этой Алисе. Нам нужен свой сильный агент внутри группировки, который придет извне. И это должен быть безусловный авторитет для них. Иначе они утопят его в заливе между завтраком и обедом. Есть какие-то мысли? Да. Есть. Товарищ генерал, для эстонской операции нам необходим агент внедрения с характеристиками, присущими в прошлом агенту Джокер. Сергей Николаевич, вы прекрасно знаете, что агент Джокер использовался управлением без прямой вербовки. Кажется, вы и были его единственным куратором. Опосредованно. Через агента-скрипачи криминального авторитета Угрюмова. Автором той схемы был Ершов Дмитрий Иванович? Так точно. Генерал Ершов. Да, блестящий-блестящий был офицер. Всегда точно рассчитывал логику и мотивы агентов. Кажется, вы многому у него научились. Да. Действуйте, Сергей Николаевич. Может, вы тоже найдете такого агента, как легендарный Джокер. Для тебя есть дело. Опасное и непростое. Но это реальная возможность выйти отсюда. Условие одно. Ты никогда не увидишь Эльвиру и не приблизишься к Лизе ближе, чем на 20 метров. Если согласен... Я согласен. Без всяких «если». Ты не знаешь, о чем речь. Мне все равно. Если это позволит мне увидеть Лизу, я согласен. И не переживай. Я не приближусь к ней ближе, чем на 20 метров. Пока Эльвира не решит иначе. Что надо делать? У жены барона, здесь в России, есть племянник Владимир. Молодой и не очень умный парень. Его есть за что взять. Употребление и сбыт наркотиков. Посадим его в общую камеру с нашим агентом. Урки его немножко попрессуют. Следователь навешает дел лет на 15. Ну и потом наш агент предложит ему бежать. Побег будет удачным. А дальше нам останется только помочь им добраться до Эстонии. Мы с тобой очень похожи. Правда? Правда. У меня знаешь дома какая подборка ворк-н-дролл? Может поедем послушать? Давай попробуем. Эх. Какой ты быстрый. Какая ты строгая. Даша, лейтенант Колосов. Ваши документы. А вы, кажется, не совсем в порядке. Выйдите из машины. Мы должны обыскать ваш автомобиль. Заключенный 12-438 с вещами на выход. В изолятор едешь, Джокер. Посмотрим, когда ты там сдохнешь. Ну что, молодой человек, посидите-ка вы в камере. Ну, чё? Чё дальше? Дальше? Ищите хорошего. Я бы сказал, лучшего адвоката в городе. С учетом тех 500 грамм кокаина, которые были обнаружены при обыске в вашей квартире, вы пойдете по статье за распространение в особо крупных размерах до 15 лет. И, кстати, у вас еще нарисовался пистолетик. Есть подозрение, что полгода назад именно из него убили бизнесмена в славном городе Ростове. А вы как раз в это время были там. Показания ваши я уже записал. Какие 500 грамм? Какой еще ствол? Да мне подкинули все, у меня не было ничего. Это вы в суде расскажете. Руки за спину, на выход. Вещи! Внизу расписался. На первой и второй странице. Быстрее! Вот и наша новая хата, Толя. Посмотрим на местных тараканов. А это что за фуфел? Добрый день. Что за фифа? Как зовут, красавица? Что, язык прокладил? Придурок. Отвалите от него. Чего? Ты че? На кого пасть раздевел? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ 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 Так, не сейчас. Это Джокер. Я узнал его. Девять лет назад. ВЫСТРЕЛЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышал, тебе пятнашка светит? Да это подстава. Я вообще, вообще не при делах. Ты эту песню для ментов оставь. Думай, как выбираться отсюда будешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня дядька. Теткин муж. Барон. Слышал? Очень крутой чувак. Он как узнает, меня сразу вытащит. Ну и где этот твой барон? В Эстонии. Позвонить надо. Понятно. Долго он будет тебя вытаскивать. Давай, по ночам аккуратнее будь. Хорош пелец. Иди. Иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маша, ну, Маша. Привет. Вы ко мне? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достань мне с утра телефон. Даю тебе два дня. Ты знаешь, мне терять нечего. Понял меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Охрана! Тут двое подскользнулись. Им медсанчасть нужна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Алексей. Привет. Ну что, скоро подарок будет у вас. Заканчиваем с упаковкой, готовься. Мы уже в завершающей стадии. Главное теперь, чтобы ваш клиент отвечал на звонки с незнакомых номеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Телефон родственника, помнишь? Зались под одеялой, звонили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА